К нам присоединяется Александр Гапон, глава общественной организации Украинская аграрная ассамблея. Я приветствую вас, Александр. Здравствуйте, слава Украине. Героям слава. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете развитие этих новых маршрутов, которыми Украина пытается вывести свое зерно и исполнить таким образом обязательства? Что на данный момент известно, какие ближайшие перспективы? Давайте начнем с того, как работал зерновой коридор, когда в нем принимала участие Россия. Чтобы не говорили, что Украина сейчас меньше экспортирует или каким-то замедленным способом это теперь идет. Это все неправда, потому что в последние месяцы работы России в этой зерновой сделке у нас были дни, когда не проходило ни одно сумма вообще. В самом начале работы зернового коридора, конечно же, он был необходим, в котором участвовала Рожевская федерация. Мы всегда говорили, мы участвовали, были в Турции несколько раз на переговорах. Мы всегда говорили о том, что мы придем к тому, что мы будем пользоваться нашим зерновым коридором собственным. Мы при поддержке стран НАТО и наших партнеров по Евросоюзу, которые нам позволят через свои территории вывозить наши сбежи. Мы пришли к тому, что на сегодняшний момент, да, может ли Россия обстреливать эти суда? Конечно, может. Это показало вот две недели назад. Они обстреляли судно. Но я же говорил уже, они обстреливают детские сады. То, что мы можем говорить об обстреле гражданских судов, которые идут. Насколько он эффективен? На сегодняшний момент, я бы сказал так, в принципе, на 4 балла он работает из 5. Для того, чтобы работать на 5 баллов, нужно более стабильное присутствие военных кораблей НАТО, то, о чем мы говорили, и систем ПВО, усиление систем ПВО на юге нашей страны, особенно в портах Большой Одессы. И тогда мы можем говорить о том, что этот коридор зафункционирует еще более позитивно. Конечно же, была очень позитивная новость, что позволяет сейчас заходить новым судам в порты, в том числе не только Дунайская и Большой Одессы, о том, что суммы страхования увеличены до 50 миллиардов долларов. Страховые компании это сделали. Велись очень долгие переговоры с участием нашего правительства, с участием международных организаций. И это точно позитивно повлияет в дальнейшем на экспорт через акваторию Черного моря. Александр, а сухопутные пути расширяются, увеличиваются? Это возможность экспортировать наше зерно по земле? Для того, чтобы мы об этом начали говорить все вместе с начала войны, что нужно сухопутный коридор с Евросоюзом, это безопасно, это стабильно и так далее. Но мы должны все понимать, у нас разные коллии, то есть у них коллия узкая, у нас широкая. И для того, чтобы вот этот механизм заработал на полную, как бы сказать, мощность, для этого сейчас ведутся работы, в том числе и через Молдавию. В том числе сейчас ведутся, ведутся переговоры, и уже реконструируется часть колли, которые заходят в Берегово и так далее, в города Западной Украины. И ведутся переговоры о том, чтобы узкая колля входила как можно дальше на территорию Украины, в глубь, для того, чтобы можно было использовать наши линейные элеваторы, имеющиеся для перевалки этих грузов широкой колеи на узкую, и строительство новых элеваторов. Но здесь все становится с коммерческой точки зрения, если на это смотреть, то частные предприятия очень брежно к этому относятся, потому что война рано или поздно закончится. Если сейчас будет выстроена цепь линейных элеваторов на западной нашей границе, она просто может стать ненужной, потому что, вы же понимаете, все равно морской путь, он дешевле и быстрее. Давайте далее. Швейцария выделит Украине более трех миллионов евро для обеспечения зернового экспорта. Об этом заявил президент страны Ален Берсе во время саммита по продовольственной безопасности в Киеве. По его словам, деньги переведут в фонд Всемирной продовольственной программы. Таким образом, Швейцария присоединится к инициативе «Зерно из Украины», целью которой является поставка украинской продукции в беднейшие страны. Александр, насколько эта инициатива «Зерно из Украины», насколько она находит поддержку у наших партнеров и у наших союзников? Она находит поддержку, я скажу, что там не 3 миллиона евро, там 3 миллиона франков было, но мы понимаем, что эта сумма для зернового рынка, она невелика, но самое главное, что вот то, что она продолжается, эта поддержка, вот Швейцария это показала, которая не является ни членом Евросоюза, ни членом НАТО, все равно эта поддержка есть. Насколько поддерживают это европейские партнеры? Конечно, поддерживают, потому что это в первую очередь действительно решает проблемы, которые связаны с глобальной миграцией населения. Все прекрасно понимают, угроза голода второй год подряд в 8 странах на черном континенте, поэтому они, конечно же, будут за это. Единственное, если бы еще была поддержка полная хотя бы Антонио Гутереша, который, на мою думку, пытается усидеть на двух стульях и вести переговоры с Россией и с Украиной и со всем миром, но не заявляя об одной позиции. Позиция должна быть следующей. Да, продовольствие должно идти беспрепятственно. Это должно касаться всех игроков зернового рынка. И Россия не имеет права вмешиваться и обстреливать гражданские суда. Если вы решили воевать на фронте с Украиной, воюйте. Это ваше право и ваша совесть. А люди в других странах мира от этого страдать не должны. Такая деликатная тема. Аграрный экспорт из Украины не имеет негативных последствий для Европы. Об этом заявил директор по устойчивому развитию и поддержке доходов Еврокомиссии Пьер Баску. По его словам, в ЕС отслеживают динамику цен и публикуют мониторинговый отчет каждые два месяца. И на данный момент в Еврокомиссии не видят каких-либо значительных последствий для сельскохозяйственного рынка Европы от экспорта агропродукций из Украины. При этом Баску отметил, что Европейская комиссия работает над развитием коридоров солидарности, поскольку хочет, чтобы Украина продолжила экспорт своей продукции как в ЕС, так и по всему миру. Потому что от этого зависит мировая продовольственная безопасность. По данным европейских депутатов, коридоры солидарности позволили Украине экспортировать более 108 миллионов тонн товаров. Скажите, Александр, вот в этом смысле есть ли общее понимание, что экспорт украинский не вредит аграрному сектору? И удалось ли нам урегулировать эти вопросы с нашими ближайшими соседями? Ну, как вы видите, нет. То, что мы все сегодня наблюдаем в новостях и утром, и вечером. И сегодняшняя новость о том, что перевозчики словацкие будут тоже блокировать пункт пропуска, единственный, через который проходят грузы, в том числе и зерновые наши. Если, естественно, до войны так и было, то есть наш экспорт не влиял на Евросоюз, то сейчас это, все-таки, я бы сказал, ситуация двоякая. На рынок Евросоюза частично влияет, и это повлияли в том числе и наши украинские недобросовестные экспортеры, которые декларировали перевоз, транспортировку зерна в порты Балтийского моря для экспорта в третьи страны, а на самом деле часть зерна оставалась в Европе и реализовывалась. Это, мы помним, были фермерские сначала забастовки, когда были выделены деньги с Евросоюза для стабилизации, как бы, в политическом смысле и задоволение, вы мог, так сказать, польских фермеров. Дыма без огня все равно не бывает. Естественно, мы понимаем, что польские фермеры воспользовались этой ситуацией для того, чтобы получить выгоду материальную, но, тем не менее, такие моменты есть и, конечно же, влияют, потому что ни одна страна в Европе не может сравниться с Украиной по производству зерновновых и масляничных культур. Поэтому, конечно же, фермеры европейские все равно их это задевает, но мы должны все понимать, мы это делаем не от хорошей жизни, нам тоже не очень выгодно и не очень хочется возить зерно через Европейский Союз, а мы бы с удовольствием возили его через наши черноморские или азовские порты. Но сейчас сложилась такая ситуация. А это вопрос все-таки политический или экономический? Вот это непонимание, как вы считаете? В нем есть доля экономики, но в большей части политический. Вы же видите, насколько часто вспыхивают различные проблемные моменты со стороны то зерновиков, то перевозчиков, то других отраслей. Как только где-то проходят выборы или формируется правительство, вот как сейчас в Польше формируется правительство, то сразу же начинаются какие-то движения, которые они обосновывают экономическими вопросами. Часть экономики есть, но, конечно же, мы все живем в глобальной политике. Александр, еще одно хотел обсудить с вами, одну новость. Россия начала поставки зерна некоторым африканским странам. Об этом пишет Блумберг. Первый получатель – это Сомали, Буркино-Фасо. Также Москва пообещала зерно Зимбабве, Мали, Эритреи, Центральной Африканской Республики. К концу года общий объем поставок должен составить 200 тысяч тонн. Это незначительная часть зерна, которое потребляет население шести африканских стран, говорят эксперты. То есть получается, мало того, что россияне под угрозу ставят украинские обязательства, мало того, что бомбят, уничтожают украинскую инфраструктуру, так они еще свое зерно пытаются привезти в Африку, очевидно, с целью подкупа. Как вы прокомментируете эти российские действия? Ну, если со стороны африканских стран это комментируют, то я бы назвал эту ситуацию как морковка и осык. То есть тем, сколько жизнь не приносила уже, не открывала глаза на Российскую Федерацию, некоторые страны все равно пытаются с ней сотрудничать. На сегодняшний момент Россия успешно экспортирует свое зерно. То, о чем вы говорили, это то, что говорил Путин на саммите, как она там называлась, Россия-Африка. Это бесплатные поставки. В первую очередь уже судно, то, что вы говорили про Центральную Африканскую Республику, первое судно пришло и через порт Эритрей было выгружено. И сейчас, наверное, уже получили его. Сомали и Эритрея. Сомали уже получила, и Эритрея свое зерно получит. Ну, действительно, 200 тысяч тонн – это небольшой объем. Но для некоторых стран, которые считают так, что другие вообще ничего не дают, поэтому и хорошо, что есть Россия и так далее. Что касается коммерческой части российских маршрутов, глава не работает, и работают полным ходом, и никто им не мешает осуществлять свою экономическую деятельность. Благодарю вас, Александр, за включение, за интересный разговор. Александр Гапон, глава общественной организации Украинской аграрной ассамблеи, был гостем нашего эфира. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram – только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Субтитры создавал DimaTorzok